Потом он прогорает и горит более спокойно. Так вот в самом начале такая вспышка. И так, чтобы потом было достаточно топлива, чтобы костер мог гореть долгое время, чтобы всю ночь прогорел, надо знать, да, как его сложить, какие трава туда положить, как поджигать. Я понятно говорю сейчас? Метафорически. С точки зрения природы, основная задача какая? Любви. Нужно, чтобы жизнь продолжалась, чтобы появилась потомство, нужно, чтобы женщина заберели дело. И сложнейший комплекс биометических реакций, которые запускают иммунные системы, включается. Включается реакция, включается определенный выбрасывание, это медиаторы, гормоны. И меняется восприятие очень быстро, иногда за часы, в считанные дни. Каким образом мы узнаем, что партнер нам подходит? Вот здесь очень много биологии, процентов 50, если бы не 60. У нас есть система считывания зрительная. То есть мы видим, что есть определенные соотношения роста, толщины, ширина плеч, таза, толщина запястья, цвет волос, глаз, сметри лица. Да, то есть нам уже кто-то больше нравится или нет визуально. Тосковые структуры это обрабатывают, колюции это у нас заложили. Потом мы начинаем чуть более близко друг к другу подходить, что потом нас понимаем? Да, вкус, да, когда дело доходит до пацануя. Мы получаем через запах уже очень мощный биохимический сигнал. А через вкус, когда мы целуемся, мы получаем клетки эпители, и наша иммунная система получает окончательное подтверждение. Быстренько проверяют генетический код, идет очень точный просчет, будет ли у нас хорошее потомство. Иммунная система одобрена. Щелк! Понеслось! Ну что, разве не так? Все, да, вот она, любовь с первого взгляда. Любовь с первого осознанного запаха.